Привет бойцы и бойчихи! С вами проект Муэйтай Си Кей и я Варченко Виталий. В этом видео я тебе покажу 6 реальных спаррингов в полный контакт между бойцами Винчун и Киокушин Кайкарате. А в конце видео у меня для тебя бесплатный, но ценный подарок. А пока ты наслаждаешься мордобоем, я немного пофилософствую. Эти спарринги затеялись для обмена опытом. То есть бойцы Киокушина пришли в зал в Винчуновце, разбились по парам и по очереди работали в полный контакт. Что очень хорошо, ведь обмен опытом это всегда здорово и всегда практика и новый опыт. Конечно сразу хочу сказать, что сравнивать боевые искусства это как меряться письками. Практически бесполезное занятие, ведь каждой даме нравится разное. Тот, кто более-менее опытный в единоборствах, понимает, что побеждает не боевое искусство, а боец. Но тем не менее, мое личное мнение, что для каждой конкретной цели нужно выбирать подходящее единоборство. И не заниматься всякой хинеей, типа бесконтакта или какого-то старорусского секретного стиля. О них я кстати делал видео обзор, который можно посмотреть в подсказках. То есть, если твоя цель научиться драться, иди на тренировки туда, где учат драться. А на тренировках делают отработки и работу в парах ту, которая поможет тебе в драке. Причем под словом драка можно подразумевать разные понятия. Например, тренироваться для драки в ринге, то есть спарринга или соревнований, это одно. А тренировки для самообороны на улице, это совсем другое. Но это уже совсем другая тема. А мы пока вернемся к нашим боям. Я думаю, стоит сказать пару слов про Винчун и Кикушин отдельно. Сразу хочу отметить, что я не против ни одного, ни другого. Если вам нравится, занимайтесь ради бога хоть стилем Змеи и Орла. Но понимаете для чего? Когда мы говорим про Винчун, то сразу вспоминаем фильм Ипман. И как он стоя на месте всех ломал, нанося по 20 ударов в секунду. И останавливая все удары, не сходя с места. В принципе, на тренировках винчуновцы так и работают. Делают липкие руки, отрабатывают отводы ударов, уходы с линии атаки и все с обязательным контрударом. На первый взгляд это все просто здорово и отлично. Но лично меня разочаровывает то, что в реальных боях этого нет. Вот в чем, на мой взгляд, главная беда. Когда смотришь бои представителей Винчун, они все превращаются в простую маханину, а в лучшем случае в кикбоксинг. Но так как навыки кика на тренировках не отрабатываются, то и уровень этого кикбоксинга довольно низкий. Получается парадокс. На тренировках мы мастера как в кино, а на деле просто махаем руками и убегаем от ударов. Потому что на боевых скоростях никакие липкие руки и 50 ударов в секунду не работают. Хорошо, что в этом видео у нас 6 боев. То есть мы можем судить не по одному бойцу, а так сказать увидеть средний срез и сделать вывод. Теперь пару слов про кикушингкай карате. Это очень суровое направление карате. Я даже встречал тренеров или сенсеев, кому как нравится называть, которые вообще убрали ката и не делают формальные комплексы, а только практика и полный контакт. Но хочется отметить один минус. В этом направлении нельзя бить руками в голову, только ногами. Поэтому стойка каратиста предполагает опущенные на живот руки, чтобы прикрывать прежде всего корпус, по которому постоянно наносятся жесткие удары руками. Это делает бойцов кикушин очень духовитыми. То есть они стоят и просто отбивают друг друга, как отбивные. Но когда они начинают работать с кем-то, с ударами в голову, это их очень сбивает и становится неприятной неожиданностью. Хотя стоит сказать, что в профессиональном кикбоксинге K1 есть довольно много хороших бойцов, которые вышли с кикушина, просто немного перестроившись под удары руками в голову. А теперь вернемся к нашим убийственным спаррингам. В принципе, даже по этим спаррингам, а по боям мы видим, что тут собрались довольно средненькие бойцы, можно сделать определенные выводы. Понятно, что какой-то боец лучше, какой-то хуже, но общая картина ведения боя будет в принципе понятна. КОНЕЦ 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 Лично я считаю, что лучший стиль можно определить только на соревнованиях, как в старом фильме «Кикбоксер с Ван Дамом», где сумоист выходил против кунг-фу стиля обезьян. Но сейчас для этого есть куча турниров по смешанным единоборствам. Так что, если хочешь для себя понять, какое единоборство самое лучшее, просто посмотри, чем занимаются обладатели чемпионских поясов UFC, Беллатора, The One и многих других. Возвращаясь к нашим спаррингам, можно отметить, что кикушиновцы более духовитые и готовы рубиться, но малоэффективно защищаются от ударов в голову. Винчуновцы пытаются зайти на ближнюю дистанцию и нанести 20 ударов. Но беда в том, что эти удары не обладают достаточной силой для нокаута. А как дорабатывать соперника в глухой защите, они не знают. Я бы еще отметил такой момент, как партер. Часто бои переходят в партер. И я так понимаю, что по условиям спарринга они не встают, а продолжают бороться. Это при том, что партера нет ни у винчуновцев, ни у кикушин. Поэтому такое условие для меня как-то странно. Но это их выбор. Но это все было мое мнение. А мне важно твое. Обязательно напиши в комментах, как ты считаешь, кто победил в этих спаррингах. И что ты думаешь про каждый из этих стилей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал! Обязательно подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующее бомбовое видео. И не забудь забрать в конце видео или в описании под видео мой обещанный подарок. Это бесплатный курс по физподготовке, чтобы было чем заняться дома и не заплывать жирком. Настойчивость им тренировки! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры Алексею Дубровскому! Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки. Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео. Субтитры Алексею Дубровскому!